так ну что возвращаемся go 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 пишут команды наконец-то 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 игра начинается нато сенсора против шар гейминг датчане против украинцев еще раз пройдусь по составам команд шар гейминг датчане александр линквист или хендрик хелл хеклин волт магнус хэнсон цикл он мортон коттусон зид николай херкил цен xr и кристиан юхал падди но нато сенсора я думаю что все все мы знаем кто-таки нато сенсоры даниил тисленко зевс иван сухарев эдвард сергей щук старик с егор маркелов маркелов и арсений есений есенин треноженко сеня он же есенин сенечка как часто пишет свой никнейм сенечка уносит good luck have fun первый раунд нато сенсоры так и не поменяли никнеймы это конечно безобразие нет это еще не первый раунд это было что-то подобие ножей какой-то вот датчане недоумевают почему не ножи ребят почему так приставим стоял опять ерунда опять какой-то рестарты и килл у меня остался за террористов будет мне мешаться ретрай попробовать или мне сделать ретрай не знаю пока ножи наверное попробую сделать ретрай потому что переключаться между игроками гораздо сложнее если там кто-то лишний замечательно кило все равно у меня висит в террористах будет ли на него переключаться нет вроде не переключается это это шикар все пошли ножи на и тут уже одного порезали 2 порезали декса правда тут немножечко вносит сумятицу ну и что у нас неизвестный нам игрок из натос я думаю что это какой-нибудь сень а вот что-то мне так подсказывает да ура кило перешел за спектракторов тут нато сенсоры что-то негодует слегка сейчас я еще раз чекну чекну сайт уж очень хочется чтобы он заработал не работай ну что ж поделать все гол все команды готовы наконец-то шаргейминг выиграли ножи выбрали сторону дефа логично я бы тоже выбрал правда скажу вот жалко не вижу чат мне бы кто-нибудь подсказал кто кто же под каким никнеймами играет потому что вот эти вот члениксы это как-то он майнер на слегка нету рестартов опять какие-то тимкил и идут от команд ну ну что ж такое у нас практически 600 человек на стриме это замечательно все ругаются на кило вот такие вот опасные члениксы из нато сенсоры атакуют кило говорят кило ну что ж такое то что что опять что-то не сделал не знаю чем он не устраивает игроков из нато сенсоры вроде все оперативненько и все очень даже неплохо и все пожелания игроков всегда учтены все рестарты закупка я слышу я слышу как кто-то из игроков нато сенсоры закупил броню по моему два человека закупили броню но вот старик судя потому что он с глоком явно с броней а тут идет атака по банану втроем вышли игроки нато сенсоры маркелов смотрит ковры видимо люльку сейчас будет чекать кстати там встреч это будет да небольшой поджимчик люльки устроили игроки shark gaming застрелили вот этот смайлик нато сенсоры кто это я понятия не имею некрасиво некрасиво это конечно страна игроков три в четыре три в четыре приняли на банане игроков нави подстрелили тут на центре попытку какой-то выхода и сейчас под флеш будут врываться на ребра а на ребрах никого болт отдал ребра зит вообще библиотеки сидит по музею сейчас надают тут смотрим за зитом да зит не справляется ни с одним из игроков нави здесь остается членикс и старикс и вот еще лид членикс тоже остался в живых так одного носит фалт cyclone тоже минус один и что последний вот литовый пацан да него тоже забирают бомба стоит но раунд за шар гейминг смотрите датчане удивляют такая вот ноунейм команда с одной стороны да казалось бы но берет на этом турнире первый раунд у действующих чемпионов мира по версии интел экстрим мастерс серебряных чемпионов мира по версии есть в цену и экс чемпионов мира по версии wcg и кстати победители последнего большого турнира как стрим мастерс киев это все на свинца 1-0 шар гейминг ведут решили на вине делать волевых баев хотя могли спокойно могли купить два клаша 3 3 дегла и попытаться разорвать оборону противника потому что байта у удачан совсем совсем слабенький у cyclone только кольт и 4 фамаса один диффуз на всю команду у игрока и xr который как раз таки сидит на бэ куда на и по моему собираются собирается врываться да сейчас вот мы попробуем включить кого-нибудь кто смотрит б-план вот теле смотрим за теле теле быстро расстрелял все свои патроны в обойме xr приходит на помощь здесь интрига интрига заключается в том что смогут ли игроки нави кого-нибудь убить нет никого не смогли на и убить ну и ладно не так уж не так уж и хотелось да подумали на ту свинцера глоки они на той глоки всего лишь два фрага нави сделали за два раунда старик единственный единственный человек адекватный в команде который не менял свой ник не ни на что маркеллоп еще тоже более-менее но сами видите ну и все фулбай над свинцера агрессивно они начинают постоянно все простреливают вроде стали по дефолту но как-то немножко агрессии агрессивненько стали датчане тоже что-то придумывают идут вдвоем по коврам сайклон зитом сейчас там будет рандеву с одним из братьев члениксов да забирает он зита 2 не выходит 2 боится кстати странно почему не выходит надо бы выходить тем более вас тут двое смотрим волт принимает подсадку в люльку сайклон не справляется справляется тели 3 в 3 причем по хп то у нави все проблематично тут будет фейк выход на б-план да типа выходим на б на самом деле никуда мы не выходим смайлик со стариксом перетягиваются под б под а простите ну и бомба сейчас будет выходить из ковров смотреть за обороной противника вот тели тут интересно сел интересно что он видит без вх без вх хорошо так увидели по инфе валт ставит хэдшот одного игрока на твинсера да потом забирает шеста рикса и остается последний вот смайлик не знаю кто это надеюсь надеюсь что поменяют игроки никнеймы тем временем первый бай берут датчане это 3-0 датчане удивляют датчане играют очень неплохо скандинавский контер страйк всегда славился своим онлайном в интернете ребята играть умеют могут ну и тем более датский контер страйк известен такими личностями как колон как кто там у них еще есть зейдер ну и прочее зейдер мокси колон все эти ребята странноватых я не утверждаю ни о чем не утверждаю но все мы знаем про их репутацию navi решили сыграть одного калаша такой вот интересный экораунд остановились секунд так 30 постояли подумали что же мы будем делать и подвисание геймпинг печалька зато есть время проверить работает ли наш всеми любимый сайт virtusprout.org нет не работает что ж такое ладно ничего страшного ребята к нам нас на стрим бегут 750 человек это замечательно всех еще раз горячо приветствую пока тут у нас всеми нами любимый пендинг посмотрим пока по статистике игроков волт смотрите 5 на 0 циклон 5 на 1 теле 5 на 1 xr 2 на 0 ну и как-то вот 0 на 2 у нас свинцеры все гораздо печальнее 2 на 3 у членикса и у старикса ну и вот по нулям у трех игроков так паузу сняли это замечательно и xr поймал единственный калаш как раз у смайлика не забрил к сожалению оставил 24 хп тут естественно идет перетяжка будет ли попытка поставить бомбу и сохранить калашу не интересно или просто идут на отдачу так смотрите калаш пробегает с голока снимают голову xr калаш вот этот смайлика забирает сайклона смотрите уже девайсы есть вот три девайса против трех девайс давайте играть там такой вот интересный эко раунд в исполнении над свинцер правда двоих уже забирают надо найти третьего последнего который стоит за пятью ну и волк так очень неплохо забирает его кстати там было 4 как живых над свинцера и вылетел у нас один игрок вылетел как раз таки смайлик странно что случилось о мы узнали до смайлик это зевс ура зато теперь мы знаем кто такой зевс спасибо спасибо но тем временем 4040 и их над свинцер проблемки какие-то серьезные намечаются хотя это на и на и могут проигрывать сколько угодно и потом сколько угодно выиграть вспомните хотя бы игру нави против москову файл там такие камбэки выдавали на и правда проиграли в итоге карту поэтому пример на самом деле не самый не самый лучший опять на винте не справляется зит своим оппонентом 5 или приходится что-то придумывать ждет он когда у него выйдут он него никто не выходит вот там стоит уже на винте игрок террористов и телик грамотно на самом деле поступает отходит потому что там ну максимум ты дашь один фраг и отъедешь мир иной это очень мало этого недостаточно для дефенсок тем более когда вы в четвером против пятерых тут нужны просто божественные размены там 1312 так маркел внизу и тели волт остается один одинешеник тоже да отваливается ну и что два в пять первый раунд за нато свинцера да старик сейчас ставит хэдшот по xr и по сайклону остается только попытаться засейвить а в п я не думаю что у него это удастся обычно обычно игроки которые бегут вот выбивать последний девайс на таком жестком кураже находится что просто unstoppable ну что первый раунд за нато свинцера и смотрите как резко отметились фрагами игроки здесь и литовый пацан дал два минуса маркелов дал один минус ну вот единственное узел все никак не идет ну что ж поделать я думаю что я думаю что даниил тисленко найдет еще свою игру сегодня да и не только сегодня так поджимчик интересный поджимчик под дым от датчан на банане смотрите сайклон с волтом пришли так подождали аркадки аркады не увидели и один оттянулся интересно интересно усиление а плента идет волта переносит сейчас он наверно уйдет до варку на зелени нави бомба лежит под люлькой поэтому еще рано говорить куда пойдет атака скорее даже атака пойдет под б-плант но он здесь вот сейчас если маркелов что-нибудь что-нибудь сотворит но вы знаете похоже похоже на фейк а вот если честно мне так кажется старик перестреливает сайклона вышли на ребра игроки надо сенсор и отходит назад да это очень даже логично как я и предсказывал это фейк а и у нас на дефенсии б-планта один валт валт шьет в дым попадает одному игроку в голову это старик су но дуги никого не забирает 4 в 3 бомба сейчас поставится да бомба поставилась ну и что в раунд за нату свинцера это гадалки ходить не надо здесь нужно так забожить чтобы на б-планте минус ну четырех террористов дача не понимаешь нереально пытаются отойти в итоге уходит только зит и и зита тоже в спину забирают это 42 42 на ве наконец-то наконец-то начинают набирать обороты тащите ребята конечно я болею за нато свинцеры земляки практически снг-шные команды всегда мне очень близки ну вот единственное за исключением когда они играют против русских команд хотя датский контер страйк тоже люблю уважаю и вообще пацаны вообще ребята да как как в том известном интернет-меме какой-то проходик по коврам опять не уменьшается ждет маркелов вот эту тайминговую аркаду от доски команды не дожидается а там диспы там мэка раунд поэтому поэтому можно не ждать сейчас по циклон тут встретиться с кем-то встретиться все его спалили ну да по циклону не жить ну и начинается уже мясорубка от украинцев естественно калаши против юспов это ну совсем-совсем неинтересно это по-моему даже хуже чем глоки против кальтов ну вот зерс пропустил одного забрал двоих еще юсп забрал 4-3 нави потихоньку-потихоньку сводит на ноль преимуществом датчан и оно равно одному раунду сайт все еще лежит к сожалению смотрим смотрим что по деньгам 3 диффуза что говорит нам о том что по деньгам не все так не все так сладко подсадка на фонарь очень на самом деле не рекомендую вам делать такие подсадки почему потому что от моменталки вы ослепните на добрые секунд пять вам придется спрыгивать с этого фонаря причем вы можете упереться в стенку когда будете спрыгивать в общем не люблю я эти подсадки на фонари вот здесь тем более когда команда противника выходит на б-плант а тут ты один но здесь по моему да здесь у xr не было вообще никаких шансов позиция явно неудачная флешится с пяти точек как минимум но он просто был белый совсем совсем белый бомба стоит и нави пошли зажимать в капкан своих противников конечно надо отжимать кольты надо убивать экономику противников найдут ли кого нибудь нави смотрите что делает вот этот вот парень с ником членис он делает просто шикарнейших три хэдшота да это было красиво это было очень красиво причем ну не знаю не знаю вообще уснули по моему датчане или что-то обсуждали ну ладно двоих забрал но третьего ну и стрельба конечно шикарная просто со второй пули каждому в голову nice one как говорится и у датчан уже деглы пошли пошли деглы четыре четыре счет сравнен тут четыре человека на б-планте засада зита одного бедного кинули на ребрах а у нави дефолт нави дефолт это при всем при том что нави понимает что там как максимум фамасы без брони вот смотрите какая дисциплина в команде подсаживаются подсаживают маркелова в люльку причем зит его перестреливает что самое интересное жесткий пролаг ЛТВ и фраг зита был единственным для датчан а вот нави всех перестреляли 5-4 нави выходит вперед наконец-то статус кво установлен наконец-то лидер и фаворит группы А начинает уже лидировать в матче но я думаю что дальше лидерство будет только все крепче и крепче и крепче старик вылез под ВП очень смело повезло ему что АВП промазало с ВП у нас по моему да, Сайклон опять подсадка на фонарь вот сейчас бы пацану то выйти пацан выходит да это один минус забирается ну что это такое вообще Маркелов вышел опять забрал двоих причем совершенно безнаказанно действуют игроки нави поймали они датчан на этой дурацкой подсадке вот правда подсадка дурацкая ну и что бомбу поставили дымов накидали численное преимущество себе обеспечили что нам это говорит нам это говорит что датчане сейчас побегут на сейф сейчас будут попытки кого нибудь где нибудь прожать но неуспешно ну и что шестой раунд до нави и опять экономика отправляется в глубокую глубокую дыру просто у датчан потому что сейчас у них и эти девайсы отожмут нет смотрите старикса забирают сейчас справится ли пели с противником потому что он успеет выбежать нет не успел выбежать ну и ладно шесть четыре сейчас какие то дропы там дадут визиту что нибудь скинут фамасик какой нибудь простенький сейчас посмотрим что будет у зит в руках да фамас у зита на свои деньги он купил себе диффуз а тут фаст б нет смотрите не фаст б это просто фаст закип гранатами простреливают тут на гитрайте сидел у нас псайклон который не очень удачно мягко скажем изменял авп забрав всего одного игрока и иксер тут более-менее справляется с приемом б планта вот теперь уже совсем справляется два минуса дает и смотрите вдвоем дали три минуса причем один из них выжил это я про иксер вместе с псайклоном раунд за дачанами потому что маркел десятикаповый пацан литовый а уже пацан литовый совсем не жилец ну и зит ставит еще один фраг я даже не понял думал будут нави выходить но нави решили не выходить просто так дымо отдались шесть пять интересная игра нас ожидает а никто из команд не хочет уступать игру никто не хочет отдаваться две команды выходят из группы у нас еще кроме шар гейминг нато свинцера в группе lions и в форт причем в форт подающая надежды русская команда с очень неплохим составом молодых игроков и очень интересно на что они будут общеспособны бывший грант за исключением одного игрока не впечатлили они на последнем московском лане но по именам там все хорошо и порядке поэтому ребята могут дать бой не только шар гейминга но и лайнс и нато свинцер но будем честны и конечно фавориты это нави и львы следующая игра как раз на котором будем смотреть будет нато свинцеры против в форт будет она где-то минут через 20 я думаю как только закончится шар гейминг на и тут дефолт от нато свинцеры медленно медленно проход под люльку люльку никто не встречает да да люльку смотрите отдали наврал я вам опять заходить смотрел люльку с больших песков сайклона ну старик валт еще членик забирает литовый пацан правда ворвался литовый пацан совсем ворвался я вам скажу смотрите что делать этого пацан 3 хэдшота просто шикарнейший хэдшота ситуация 2 в 5 превращается в ситуацию 2 в 2 причем с поставленной бомбой вот конечно просто парадокс еще xr забирают или не забирают до сбирают и xr а правда он успел тут зевса забрать но в итоге вот лит пацан дает минус 4 просто шикарный же нас 4 раз два три 4 5 вот так лит пацан дал у нас есть против датчан ждите хайлайт от георгия глав немезиса я думаю что скоро он появится потому что фраги просто шикарнейшие были сейчас и 7 раунд просто в одиночку вытаскивает вот этот вот 1 3 3 7 кто же это интересно мне есенин или эдвард потому что эти чрениксы это кто-то из есенинов и эдвардов бессовестные бессовестные игроки натус винсеры играют под смурфами в очередной раз приятно удивляет датская вп попадая без проблем игроков navi просто так вот бац минус зевс попробуйте так перестрелять зевса на банане на инферно я уверен что мало у кого это получится в мире ну что на и в меньшинстве попытка по моему вот думаю я что фейк это будет сейчас закидают гранатами вы бегут на а может и нет нет смотрите это не фейк выход на б-план смотрим за циклоном который будет пытаться что-то сделать да ничего не сделает опять позиции как-то не угадал вот со стрельбой все отлично удача но с позиционированием какие-то явные большие проблемки есть так минус 1 минус 2 минус 3 вот так маркелов маркелов газонокосильщик минус 4 от маркелова так а теперь еще и эйс от маркелов вот смотрите два раунда подряд и просто шикарнейших два эйса от марика и от ну либо есенина либо эдварда да нави конечно вот та команда которая может команда проигрывает ну не проигрывает а у команды тяжело до команды вязкая игра надо что-то делать в итоге что делает на от сфинсера кто-то из игроков нажимает кнопку boost и просто идет уничтожает просто шикарная игра индивидуально шикарная игра от игроков нави но здесь уже блок use usp eco от игроков команды шаргейминг да ну и здесь без без шансов без шансов 5 9 и последний раунд первой половины посмотрим что по деньгам удача да вроде все неплохо удача трам-пам-пам у нас лежит сайт до сих пор как это прискорбно практически 1000 человек на стриме это очень-очень меня радует при том что сайт лежит тысяча человек это просто замечательно восхитительно и радость не знает просто гранит интересный смотрите какой дефолт от нави пропустили валта тут на центр заняли второй миддл заняли ковры и вот сейчас будет попытка выйти из ямы наверное от нави до попытка выйти из ямы увенчивает с успехом забирают волта старик пропрыгивает на балкончик потом спрыгивать него в ручеек и вот что сейчас будет литовый пацан делать вот думаю что я что это это так сайклон опять опять попадает опять забирает маркелова три в два бомба сейчас будет поставлена хотя нет бомба вот сейчас будет поставлена как-то зазевался в песках у нас пацан теле не парится shift включен точнее выключен старик естественно на слух забирает и последний xr 1 в 3 бомба тик так ну все здесь все понятно здесь 10 5 10 5 принципе счет по игре и г.х. да действительно г.х. смена сторон над свинцеров дефенси так вот здесь пишется 30 раундов то есть я так понимаю что мы еще 15 раундов с вами посмотрим не больше не меньше да пишут играть 30 на 30 раундов это интересно почему потому что через 10 минут по расписанию должна начаться вторая игра она явно не начнется через 10 минут ну да ладно нам же лучше больше посмотрим больше увидим больше порадуемся красивым моментом тем более моменты сейчас будут почему потому что зевсу предстоит принимать банан с мод зевс просто очень удачно принимает банан поддает один минус с такой позиции там никто его не чекал вообще даже никто не посмотрел его сторону конечно ужасно еще марика тут забирают ну что остается старик с слитом 2 в 4 при поставленной бомбе на б-планте да нет да и смешите меня это нереально будь вы 25 раз на ту свинцеры да у вас не получится отбить этот не берущийся просто плент 6 10 6 10 и смотрите две пистолетки берут датчане против на ту свинцеры и все равно при всем при этом проигрывать со счетом 10 6 что это нам говорит нам это говорит то что пистолеты удачан хорошие а вот девайсы удачан не очень так на и не пытаются брать каких-то деглов не пытаются бежать сломя голову отдаваться просто со вкусом 2 на зелени на 2 на двадцатке ну и вот литовый пацан как настоящий литовый пацан сидит на б-планете 1 посмотрим как это сыграет подсадочки вдвоем да друг на друга сели сейчас будет встреча на эльбе оп минус 1 смотрите как красиво забирает маркелл апсайклона и практически для без потерь по хп на свинца разобрали первого игрока продон был по моему без девайса да это был юсп сайклон штатский снайпер датской команды штатский снайпер датской команды прям новая скороговорка родилась у меня только что сайклон коп на авп явно да и потом смысл против эко закупаться всем тем временем марик дал еще один минус посмотрим за членник суда смотрите еще минус один ну и последний литовый пацан один в два по не про него знаю да к сожалению про него знали если вы про него не знали то это была совсем другая история там бы минус один был как как пить дать 10 7 10 7 еще один экран от на свинца здесь уже какая-то задумочка с гранатками зевс забрал сайклона ну и членник забрал волта 10 8 все смотрим сейчас будет явно сейчас будут девайсы да явно у псайклона будет а в п смотрите да вот и xr купил ему а в п а в п а п сайклон купил ему за это халашик и мне очень интересно посмотреть за п сайклоном сайклон у нас магнус хэнсон что же он придумает потому что в защите мне он очень сильно порадовал попадал прям вот просто на отца будет ли у него сейчас рандеву тут на банане членник сидит туда пусть подым будет его запускать сайклон мало того что он с вп он еще и с бомбой тут сидит так ну и что дефолт стандартный дефолт от террористов все прям как по бумажке расписано один на винте один подсаженный в люльку один стоит в ручейке который под флеш будет запускать вот именно сайклон должен был запускать под флеш но нет тут сам игрок справился под флешку себя сам запустил на ребра валт поднимается по винту да все все синхронно все все правильно все как учили дефолтный раунд от террористов на инферно и одновременно вышли на ребра никого не увидели xr забирает марика бацан забирает болта и по моему тут да справляются с приемом нато свинсера забирают всех просто подряд остается последний бедный тели да и тели тоже отваливается 18 8 первый девайсный раунд на и берут и так слегка под убивают просто интригу в матче почему потому что победа близка это вам не первая сторона где можно отдавать вот так легко девайсы ай не парьтесь ребята потом потащим нет такого не будет так ну что у нас тут зи тели xr волт на втором медлеп сайклон в яме и вот такой же экран в исполнении дачан как и у нато свинсера был один калаш 4 глок калашу и xr причем калаш уже получил 2 хаешки в ноги да и получил от маркелова пару пуль в грудь на чем отвалился но тут еще один из братьев члениксов либо эдвард либо сеня все-таки думаю что это эдвард 12 8 12 8 4 раунда до победы для нас венсора но нам еще с вами смотреть в любом случае 10 10 раундов опять же непонятно это этот регламент по 30 раундов ну да ладно в общем со своим самоваром в ту лучше не ездить девайсу террористов небольшая небольшой поджимчик с ковром был до дик с ним справился забирает у нас зевса так мы что смотрите где где у нас был член x один из зато маркелов минуснуло xr а маркелов отлично забирает еще зита теле правда забирает маркелова но 2 в 2 благодаря усилим егора и по 1 на банане 2 на банане игрока над у свинцера правильно действует на мой взгляд вот многие команды когда остаются два в два разделяются по одному человеку на точку типа я успею крикнуть help ко мне придет help нет не надо так делать играйте всегда вдвоем в дефе просто ходите вдвоем и уповайте на то что вы поймаете какой-нибудь шикарный тайминг вот как сейчас вот как сейчас смотрите что делает литовый пацан то пацан минус 1 литовый пацан минус 2 отлично просто отличное действие от на ви ну вот это везение это явное везение выйди туда на две-три секунды позже до тебя уже чекают бомба уже стоит и вообще что ты здесь делаешь иди сейвся на б-план но нет годы-годы тренировок годы просто тысячи матч игр с серьезными противниками вырабатывают это читьё которое которому не научиться ну и зевс почувствовал запах крови по моему идет вот так по моему его слышали чекают ждут и встречают да слышали зевса забрали понимают что на б-планете минус 1 но здесь уже не минус 1 здесь уже здесь уже есть starix правда членник отваливается и остается последний starix посмотрим будет ли божить у нас будет ли у нас божить сергей щук нет маркелов только одного забирает starix больше ни с кем не справляется 2 в 2 2 в 2 здесь псайклона зит с бомбой на коврах неужели развод удался сейчас посмотрим сейчас бомба поставится бомба поставится псайклон зачем-то выбежал это просто было гениальнейший гениальнейший муфа датчан но только ну зачем же так делать зит шикарно минус 1 понимает он что бегут с другой стороны да но зит должен тащить сейчас раунд 1 в 2 да зит забирает еще маркелова красиво красиво все равно датчане разыграли все классно и вообще все очень даже на таком про уровне буду рад видеть команду еще одну датскую команду на профессиональной кс сцене тем временем у нас 13 9 матч не закончен пока команде надо взять хоть один раунд до победы матч не закончен конечно у на и ситуация получше ваш капитан очевидность до плюс четыре раунда но все равно все равно надо надо бороться маркелов ставит первый первый маленький шажок к победе в этом раунде для своей команды забирает он зита и датчане 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 немножко конфужен по моему стали постояли 5 секунд ну что пойдем ну пойдем сейчас их там примут включаем маркелова видно что все четыре игрока готовы марик минус 1 пролаг лтв марик никого больше не убил тут еще волк с xr по минусу дали смотрите что делать 2 в 2 2 2 разменялись хаеш кофе 2 в 1 1 в 1 xr да xr справляется смотрите забирает он зевса 10 раунд потащил 13 10 интрига в матче потихоньку потихоньку восстает просто из мертвых концу раунда концу концу карты начинается все самое самое интересное 13 10 я очень очень приятно удивлен еще раз повторюсь датчанами я если честно думал что такого боя не получится ну что счет более точнее менее гуманный датчане смотрите еще берут и крауд нато свинцы расстается последний старик старик с у себя на респе сидит не знаю на что он надеется на что надеется сережа наверное какой-нибудь шальный хэдшот но у зита только если может добить узи маловасто но зит должен понимать первым не лезть а он саун лезет смотрите что делать как раз самый первый лезет сейчас доиграешься 16 хп остается решает отойти ну слава богу логика в действиях датского игрока все-таки это прослеживается 13 11 преимущества то нету практически два раунда ну что такое два раунда это байд и один и одна отдача то есть надо взять вот эти девайсы датчаном и в принципе они сравняли счет мало того что они сравняли счет они себе еще и гарантировали фулл бая на последние два раунда которые останутся да а у нави будет далеко далеко не лучшим образом складываться поэтому смотрим очень интересный очень важный раунд я бы даже сказал ключевой раунд этой игры здесь дефолт никаких каркад никаких поджимов от обеих команд продут смотрите членикса тут запускает зевс на гитрай ты тоже сам выходит нет кинули дым отошли думали ну его нафиг плитовый пацан там сидит в коврах у нас так чисто на чек выходит поверяет по таймингу гранат гранатка попадает гранатка или не попадает нет не выпадает гранатка это прострелами покосали по сайклону с ексером оставили зевс 1 на б планте смотрите что происходит а здесь под б план идет атака если сейчас зевс своей аркадии упадет смотрим зевс сидит дыму очень агрессивно просто крайне агрессивность зевс зевс дает один минус отваливается не успевает сказать инфу датчане да датчане выходит на плен сейчас поставит бомбу причем смотрите что происходит мало того что четыре датчанина в живых у них еще весь банан занят вообще все шикарно у них здесь хорошая подсадка отеля никто не видит или сейчас будет просто воровать убивать нет смотрите всего один минус дает иксер отваливается ну и все бомба поставлен бомба раздифужен все таки поспешил я утверждать о том что будь вы 10 раз нами вы не возьмете бы план нет все таки взяли датчане украинцы удачан план b отбились втроем против четверых но там опять в ряд стали игроки атаки получили два хэдшота ну в общем мое мнение что это скорее ошибка датчан чем какая-то заслуга на свинцеры но в любом случае я рад что нави стали на один раунд ближе к победе 14 11 экономика выровнялась у обеих команд сейчас примерно было по 5 по 5 500 у всех десятерых игроков на карте плюс минус 1000 здесь тут здесь отлично просто дым минус 1 сейчас еще и по сайклону может отправить вдогоночку и xr у сейчас посмотрим да смотрите шикарный хэдшот от данила еще минус 1 минус 3 от зевса зевс пошел капитан команды просто включился кстати с недавних пор гаин гейм лидером команды стал старик он координирует действия 10 игроков надо сфинцера зевс сейчас больше занимается я думаю психологии каков да и зевс смотрите что делать сделать минус 4 в раунде и приносит уже как минимум одно очко своей команде ну еще четыре раунда играть я думаю что из этих четырех раундов что-нибудь да потащить украинцы не шикарно конечно днил действовал сейчас не боясь выходил просто убивал вышел убит вышел убил мастерство просто выше высочайшего класса высочайшего уровня самое главное моральное мастерство когда надо собраться так сейчас xr очень грамотно сыграл ждал ждал аркады одесса сайклон забирают у нас попытка выйти из ковров было непонятная попытка зачем выходить из ковров с деглом когда все твои напарники далеко 2 на винте 2 выходит на б ну дача на что-то дача не что-то мудрят явно минус 1 смотрите б-плант чист старикс проходит со спины старикса инфа по стариксу есть литовый пацан тоже падает и при всем при этом бомба сейчас выйдет с ковров бомбы прыгает с ковров спокойненько с бомба поставится хорошо нави быстро читают зит там бесполезный просто бесполезный зит стоит на респе контров надо просто срочно с вами голову бежать на помощь до бежит на помощь дает инфу что выход будет по двадцатке оба игрока там один игрок уже в планете это старик до старик уже в планете старикс минус вид ну что 11 нет не будет не будет победы для нами в этом раунде вот вытаскивает клач что-то ругается сервер проверим пока сайт сайт лежит 1130 человек на стриме это просто шикарно 15 12 если не ошибаюсь до 10 5 плюс 7 15 12 смотрите 3 раунда датчанам потащить и и ничья с нато свинцер вот так хотите сыграть ничью с нато свинцера я хочу да вот не сыграю когда xr идет крадется банан ждет каких-то нежданчиков от нато свинцера нежданчиков нету все стабильно все все понятно зит кстати вышел на ребра вот интересно посмотреть за этим игроком что он тут придумает зита пропускают пропускают зита ой не хочу я вас расстраивать но по моему это раунд за датчанами зевс сейчас потому что упадет ой зит да у такой вот фейл от зита он мог просто вытащить раунд один в одиночку упади попади в зевс и вовремя развернись но в итоге тели придется тащить один в два ну и что сможет ли сможет и датский игрок не сможет 16 12 победа победа на ту свинцера поздравляем с первыми очками команды снг на этом турнире 16 12 ну и 2 раунда надо будет доиграть командам ибо играть надо 30 раундов целиком и полностью после этой игры будет небольшая пауза команды я думаю будут уйдут на небольшой перерывчик а потом мы посмотрим за игрой российской команды в форт и украинцев на ту свинц как раз победители этой встречи так ну здесь датчане просто бегают отдаются хотят уже побыстрее закончить эту игру тяжело тяжело играть когда ты знаешь что ты проиграл и все равно надо играть самое главное что разница раундов может потом сыграть свою злую шутку хотя на ту свинцеры lions в форт датчане будьте реалистами вряд ли вам поможет разница раундов хотя конечно это спорт контр-страйк это спорт здесь все в равных условиях вот здесь смотрите что делать здесь вышел об их чуть-чуть не хватило на из данилу тисленко минус 4 от зевса 18 12 это gg ждем вторую игру а